Вот так по традиции должен был прозвучать последний звонок для выпускников 2020 года. Но реальность внесла свои изменения и все встретили этот день дома у компьютеров, общаясь с одноклассниками и преподавателями. Но по словам участников, эмоции, которые в этот день испытываешь, остались прежними. Непростые времена требуют новых решений. Во многом режим самоизоляции ограничил возможности как преподавателей, так и учеников школ. Занятия последние два месяца велись дистанционно. Сдавать экзамены ребята будут позже. Однако провести традиционный праздник для выпускников все же было решено. В школах организовали онлайн последние звонки. Непривычно, необычно, признались учителя и руководители лицея 14 на Чкаловской. Подготовка требовала особого усердия. Все-таки техника может подвести. Особенно, когда на связи одновременно более 50 человек. Последний звонок 2020, он запомнится нам всем надолго, потому что он прошел в онлайн режиме «Последний звонок», новый формат. Но все наши дети вышли с нами на связь, родители. Все 49 наших 11-классников, мы их всех видели. У каждого из ребят, педагогов, родителей были эмоции положительные. Конечно, хотелось посмотреть в глаза каждому ребенку, родителю, сказать слова благодарности, сказать, как мы их любим. Вот когда мы видим ребенка, его глаза, его лицо, это совсем другое. Заглянуть в глаза и лично пообщаться с учениками хотелось и классным руководителям, ведь это они вели ребят долгие годы к этому дню. Алла Гудкова, классный руководитель 11-го Б, свой класс называет уникальным и последние два месяца очень не хватало живого общения. Последний звонок в режиме удаленного доступа она, конечно, провела вместе со своими выпускниками. Я сказала своим ребятам, что то, что прозвенел последний звонок, это не означает окончание уроков. Уроки продлятся, и только уроки будут задавать сама жизнь. В общем-то, в этом и есть прелесть нашей жизни. И учителя будут более строгими, и экзамены будут более строгими. Поэтому, конечно же, мои пожелания – это ребятам никогда не сдаваться, не опускать руки, верить в себя. Мы в них верим, это точно. Желали успехов выпускникам и те, кто только пошел в школу. В лицее поздравили выпускников с последним звонком первоклашки. Ну когда ж таким я буду? Сколько можно еще ждать? Десять лет пройдет, покуда я смогу студентом стать. Я хочу с такой прической, на таких вот каблуках быть красивой, умной броской, чтобы все сказали «Ах!». Нужно было соединить то, что дети наснимали в разных уголках нашего большого города Щелково, и все это соединить в кучу. Но было, тем не менее, очень интересно. Бессонные ночи, трудные дни, но по факту, я надеюсь, тот эмоциональный фон, который мы получили, он действительно стоил того. Сами выпускники также поделились своими эмоциями. В школе нас не было, но у нас был онлайн выпускной, там надо было зарегистрироваться, нас поздравляли там, выступали звезды. Обычно все хотят там в платьишках красивых, как всегда, а тут вот так вот получилось. У нас был последний звонок в 9 часов утра, учителя нам сказали последние прощальные слова, после всего этого все закончилось. Весь этот последний звонок мне не очень сильно понравилось, но о самом выпускной мне бы захотелось, поскольку ни у моей матери, ни у меня не было такого ощущения, и не было последнего звонка, как так получилось. Несмотря на сложившуюся ситуацию и обстоятельства, ребята все же не теряют надежду отметить выпускной в кругу одноклассников. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.